Михаил Фридман потребовал от правительства Люксембурга почти 16 миллиардов долларов. Как пишет ведомости, бизнесмен через своих представителей предложил к обмину страны начать мирные переговоры и выплатить компенсации за, цитата, экспроприированные активы. Если власти откажутся, то он пойдет в международный арбитраж. Это экономика главная в студии Богдана Прихода. Здравствуйте. Популярность юаневых облигаций растет. За неполные пять месяцев 2024-го эмитенты выпустили таких бондов почти на 27 миллиардов юаней. Это больше, чем за весь прошлый год. Как пишет коммерсант, сейчас на Мосбирже обращается 33 выпуска 17 компаний на сумму почти 100 миллиардов юаней. Аналитики же подчеркивают, на рынок продолжают выходить новые компании. В первую очередь они ориентированы на экспорт. Заимствования в китайской валюте помогают эмитентам снизить их стоимость и нивелировать валютные риски. Также этот инструмент активно используют банки, которые кредитуют российских поставщиков. Хотя ставки по облигациям в юанях сейчас достаточно высокие, так и на днях, например, Акрон закрыл книгу заявок по размещению дебютным выпуска юаневых бондов. Доходность составила почти 8%, и она такая высокая во многом из-за дефицита ликвидности. Правда, заимствование в рублях в любом случае вдвое дороже. Юаневые облигации интересны тем, что внешний рынок, рынок еврооблигаций, он в ближайшие годы, по-видимому, будет оставаться закрытым. Тогда как замещающие, например, облигации бумаги, которые очень активно развиваются в последнее время, надо сказать, это не новые деньги для российских компаний, для российских экспортеров в частности. Поэтому, если эмитенту компании нужна валютная ликвидность, то единственный способ – это внутренний рынок. И вот, собственно, внутренний рынок юаневый, поскольку юань сейчас стал для России, наверное, основной иностранной валютой. Эксперты отмечают, юаневые облигации позволяют экспортерам дополнительно снизить валютные риски, поскольку валюта долга привязана к валюте выручки. При этом для компаний, у которых нет, опять же, валютной выручки, занимать в юанях более рискованно. Из-за падения рубля их долг может значительно вырасти. По мнению экспертов, благодаря жесткой денежно-кредитной политике ЦБ и растущему товарообороту между Россией и Китаем, интерес к юаневым облигациям будет увеличиваться и дальше. Коммерсант отмечает, вскоре на рынок могут выйти в том числе угольные компании из организации продовольственного сектора. Банк России может повысить ключевую ставку до 17% уже на ближайшем заседании в июне. Об этом рассказал профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин во время трансляции РБК Инвестиций в Ютьюбе. По его мнению, данные по инфляции, ожиданиям и, опять же, ожиданиям по ней из состояния рынка труда говорят о том, что ЦБ может ужесточить денежно-кредитную политику. Учитывая то, что в апреле рассматривали повышение, там, один только шаг повышения рассматривался на 100 байсных пунктов, до 17% годовых вполне, можем мы в июне увидеть 17%. Да, вполне можем увидеть 17%, да. Такая вероятность есть. Потому что Центральный банк смотрит на факторы, ну, во-первых, просто на инфляционные ожидания, на движение инфляции, на состояние рынка труда, вот, это, в первую очередь, он на это смотрит. И, соответственно, все эти факторы, как бы, пока шепчут, что... Также Вьюгин отметил, регулятор не может повлиять на значительную часть расходов бюджета, поэтому ставка призвана замедлить кредитование. Но пока это сделать не получается. Спрос на кредиты связан с замещением. Раньше кредиты можно было и средства привлекать по всему миру. Сейчас российская экономика наглухо закрыта от источников капитала внешних. И компании все ищут только внутри. Это первое. Второе, это личное мое мнение, хоть я поспорил, ну, не поспорил, а поговорил с Заботкиным на эту тему, все-таки Росстат считает инфляцию по методикам и получает 7 там с чем-то процентов. Вот сейчас 8 получилось в последний период. Но все-таки, наверное, реально из-за того, что структура экономики сильно изменилась, возможно, что есть недоучет индекса цен. Олег Вюгин заметил, что из-за структурных изменений реальная инфляция может быть гораздо выше официальных данных. Поэтому ключевая ставка ей не соответствует. По его мнению, сейчас можно говорить о двузначном росте цен в годовом выражении. Согласно данным Росстата, на 13 мая этот показатель был равен 8%. Полностью трансляцию вы сможете посмотреть на нашем YouTube-канале РБК Инвестиции. Переходите по QR-коду на вашем экране. Инвестиции российской промышленности в отечественный софт достигли 4 триллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Вложения в развитие IT-инфраструктуры увеличились на треть до полутора триллионов, а инвестиции во внедрение программных продуктов в 2,5 раза. Премьер-министр подчеркнул, организациям, которые перейдут на российские разработки, планируют предоставлять дополнительные стимулы и кредиты по льготной ставке, чтобы проводить нужные закупки. Это даст таким предприятиям больше ресурсов для развития. Переход может быть весьма дорогостоящим, особенно если речь идет о так называемом тяжелом программном обеспечении. Запустим новый инструмент поддержки для организаций, которые станут применять такие российские решения. Мы постоянно об этом думали. И причем как уже существующие на рынке, так и появляющиеся благодаря индустриальным центрам компетенции. Будем компенсировать до половины затрат на внедрение ключевых классов отечественного инженерного и промышленного программного обеспечения. Поможем также с ускоренным переходом на другие виды российского софта. Власти планируют стимулировать спрос на разработку пакетных программных продуктов и запускать новые механизмы формирования объединенных закупок. По мнению премьер-министра, более половины российских компаний могут перейти на отечественное ПО к декабрю этого года. До 2030-го это должны сделать 80% предприятий. Прежде всего в системах управления ресурсами и производством. Однако сейчас степень внедрения российского ПО неоднородно, отмечают эксперты. Так, металлургия лишь треть из решений отечественная, подчеркивает владелец Северстали Алексей Мордашов. А в нефтегазовой отрасли замещаемость почти 80%, пишут ведомости. Аналитики объясняют это тем, что в энергетике количество компаний с госучастием значительно больше, чем, например, в других отраслях экономики. Поэтому они начали процесс импортозамещения гораздо раньше. 315 миллиардов рублей. Именно столько дивидендов могут выплатить частным инвесторам за этот год российские компании, почитали аналитики Сбера. Причем 60% из этой суммы, это около 190 где-то миллиардов, реинвестируют на рынок. Эксперты предположили, только в апреле-июле 2024-го показатель будет рекордным за всю историю российского рынка. 2 триллиона 740 миллиардов рублей. Больше всего дивидендов в этот период ожидают от нефтегазового сектора. Чуть больше триллиона. Но если смотреть по отдельным эмитентам, самые крупные выплаты будут у Сбера. Отмечу, что прогноз уже учитывает отсутствие дивидендов от Газпрома по итогам 2023-го. Об этом недавно заявили в компании. Так кто же пострадает больше? Германия, Франция и Бельгия обратились в Европейскую комиссию с просьбой оценить последствия возможного запрета на перевалку российского СПГ. Причем как для экономики России, так и Евросоюза, сообщили источники Reuters. По их словам, в ЕС, цитата, были по-настоящему удивлены устойчивостью российской экономики. Но все же она пострадала. В целом, в Евросоюзе поддерживают ограничения против российского СПГ, но на согласование всего 14-го пакета санкций потребуются недели. При этом утвердить их намерены до того, как Венгрия станет председателем объединения в июле. Премьер-министр страны, напомню, ранее пытался заблокировать помощь Украине и ограничения в отношении Москвы. Примерно месяц назад тот же Reuters писал, что ЕС собирается запретить именно перевалку этого вида топлива из России в неевропейские страны. Под ограничением может попасть Арктик СПГ-2. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песхов назвал эти планы Евросоюза очередными попытками выдавливания России с энергетических рынков. По его словам, в первую очередь это выгодно США, а для конечных потребителей в Европе газ просто станет дороже. К слову, в российском медиа уже оценили последствия отказа Европы от российского СПГ. Мы же без покупателей не останемся. Особенностью рынка СПГ, как известно, является его глобальный характер. Жиженный газ может путешествовать по всему миру. Спрос на него устойчиво растет. Здесь открываются широкие горизонты. А вот любые попытки Запада помешать нашей торговле со странами мирового большинства заведомо обречены на провал. В МИДе также отметили, что Евросоюз до этого уже вводил ограничения на импорт российского СПГ. И тогда ЕС погрузился в энергетический кризис. Сейчас ситуация стабилизировалась, но какой ценой? Европа попала в полную зависимость от американского топлива и стала его крупнейшим импортером. Вот чем запомнилось это утро, далее рынки. Константин Бочкарев вместе с экспертами обсудит отчетность Мосбиржи сразу после рекламы. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова